В числе призеров конкурса 14-летний Михаил Аганин. История его фотоработы случайна. Летом ехал с родителями с моря и на очередном привале, где-то на границе Краснодарского края и Ростовской области, обнаружил спиральку моллюска. Полупрофессиональная зеркалка помогла школьнику запечатлеть улитку в макросъемке. Нам учитель географии сообщил, попросил принести фотографии, и он выбрал самую лучшую. Так Александр, как и десятки других школьников, стал участником конкурса «Год экологии на Дону». И вот Минприроды подводит итоги года экологии и начинает новый проект к нынешнему году добровольца «Я за чистый дом, мой дом – тихий дон». Он рассчитан на целых пять лет и коснется всей области. А сегодня Министерство вместе с волонтерскими движениями и публичной библиотекой презентует Институт управления природоохраной и экотуристической деятельности. Предварительно сейчас определили уже 12 территорий, на которых будет создаваться представительство. Территории эти выбраны не просто. Мы определили там, где находятся крупные ООПТ и где есть уже некие методические наработки. В этот период у нас будет много мероприятий проходить. Если сказать, что это сейчас предстоящее мероприятие, это день древонасаждения у нас был, проведение субботников, которые по очистке территории. Экотуризм активно развивается на особо охраняемых территориях. Например, межрегиональный фестиваль «Воспетая степь» только в прошлом году собрал 10 тысяч участников. Но такие акции не просто любование тюльпанами, а еще и рассказы о природоохранных технологиях. В числе участников нового волонтерского проекта из школы «Белой Калитвы» ученики активно работают на своей особо охраняемой территории – урочище «Черная балка». Почему именно эта работа вызвала у нас интерес? Потому что во время изучения растительности кандидаты биологических наук, которые именно участвовали с нами, собирали гербари, рассматривали, фотографировали. Были открыты некоторые виды ковыля, которые считались уже исчезнувшие в Ростовской области. Экотропы создадут и в особо проблемных зонах. Проект реабилитации реки «Темирник» заслужил отдельной дорожной карты. На ближайших субботниках волонтеры и сотрудники Минприроды очистят русло от мусора и высадят по берегу 50 крымских сосен. А вообще в планах разбить на берегу непрерывный экологический парк.